Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Легенды и сегодня у нас испытание класса Эксперт Армагеддон. В этом испытании 6 эпизодов, ограничено количество героев, участвуют мультяшные Черепашки, Космо Черепашки, Эйприл Анил, Эйприл Кунаричи, Кейси Джонс, Нейтрализатор и Армагон. Причем, друзья, для первого боя я хотел бы потестить обычную Эйпр, посмотреть как же она справится с Армагоном и его союзники. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Итак, Эйприл попадает в измерение Икс, встречает белканоидов, встречает Армагона и сразу же метнул Киссон, вот этот веер, пытается уничтожить одного из белканоидов. Отлично, все у нее здорово получилось. Тем временем, белканоид прокачивает броню, а вот белканоиды идут в атаку, пытаясь зацарапать нашу Эйприл. Вот, тем не менее, Эйприл использует телекинез, уничтожает еще одного белканоида. Отлично. Ого, итак, Армагон атакует при помощи ракет. Ракетным ударом царапает нашу Эйприл, но урон практически не проходит. Эйприл достаточно высокого уровня, чтобы уничтожить Армагона и его союзников. Отлично, одного из белканоидов просто пнул ногой, шутясь, метает Эйприл Анил. Вот, Армагон тем временем использует супер удар кусающий, ну а Эйприл восстанавливает силы и здоровье, используя Черепофон. Здорово. Ну что ж, итак, надо добивать последнего союзника Армагона. Для этого вот Эйприл просто метает свой Викисон и уничтожает противника. Замечательно. Итак, остался только Армагон. Ударом ноги Эйприл снимает его броню, и я сейчас попробую его уничтожить. Тем временем Армагон пытается расплющить нашу Эйприл при помощи огромного метеора. Кстати, это у него неплохо получается. Удалось все-таки поцарапать нашу Эйприл, несмотря на то, что она такого высокого уровня. Тем не менее, Эйприл заканчивает битву ударом ноги. Ну что ж, круто, здорово, сработала Эйприл, и мы идем с вами дальше, получив нашу награду. Это два ДНК Армагона. Просто супер. Итак, друзья, перехожу к следующему эпизоду, и для него я хотел бы взять Кейси Джонса, посмотреть, как же Кейси справится с этой толпой белканоидов и Армагонов. Что ж, начнем битву, и сразу же при помощи Электрошокера я поджарю одного из белканоида электрическим разрядом. Вот супер. Вот, враги идут в атаку, пытаются запинать Кейси Джонса. Он неплохо держит удары. Вот, кстати, вы видите, красный треугольник возле него был, значит, урон врагов был преуменьшен. Армагон тем временем атакует ракетным ударом, а Кейси Джонс подрывает очередного белканоида метну шайбу со взрывчаткой. Просто супер. Итак, враг не сдается, пытается атаковать. А что же, Кейси Джонс, он использует графики-бомбу и пытается подорвать оставшихся врагов. Мощная атака, взрыв, и враг уничтожит. Ну что ж, Кейси Джонс довольно-таки легко справился в этой битве с врагами. Я, честно говоря, рассчитывал на более серьезное сопротивление Армагона. Тем не менее, Кейси справится просто умничка. Отлично, друзья. Итак, перехожу к следующему эпизоду. И для него я хотел бы взять Эпель Кунаичи, посмотреть, как же она справится с еще одной толпой монстров. Причем, друзья, с каждым уровнем враги становятся все сильнее, все круче. И поэтому, вот я чувствую, Эпель Кунаичи будет непросто. Тем не менее, благодаря его особым способностям, я уверен, мы справимся. Итак, Телекинез совсем другого образца. Как видите, посылает волну Эпель. Вот шутясь метает белканоида 60 уровня. Вот враги пытаются зацарапать Эпель. Ага, даже один из белканоидов привлек к себе внимание. Вот Армагон пытается закусать. Ну, а Эпель метнул Тессон при помощи телекинеза. Как видите, без проблем уничтожил еще одного противника. Здорово. Итак, враг не сдается. Пытается закусать, зацарапать нашу Эпель. Ну, а мне осталось только использовать способность перезагрузку. Взлетая в воздух, Эпель, они цепными молниями поджаривают врагов, выжигают их. Вот выживает только Армагон, но он, друзья, прокачал броню. Пока не уничтожим броню, вот достать белканоида не сможем. Тем не менее, вот видите, обычным ударом Эпель снимает его. Вот, ну а белканоид опять же налаживает на себя броню. Я просто в шоке. Смотрите, что творит. И да, здоровье Эпель Кунаичи начинает проседать. Вот Армагон продолжает ее кусать. Ну, что я могу сделать? Опять же, попробовать сбить броню. Ну, вот получилось. Отлично. Вот Армагон тем временем сбрасывает огромный метеор на нашу Эпель. Вот она выживает, но здоровье ее проседает. Итак, друзья, я в шоке. Я в шоке. Вредный вот Армагон. Да, вот удалось уменьшить его скорость. Метнул веер и телекинезом. Эпель добивает противника. И это приносит нам победу. Просто-просто супер. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Так, наша награда, друзья, 3 ДНК Армагона. Просто супер. Итак, друзья, перехожу к четвертому эпизоду. И для него я хотел бы, прошу прощения, взять тоже какого-то интересного врага. Пока давайте-ка я возьму нейтрализатора. Посмотрим, как он справится в этой битве. Итак, друзья, кто не в курсе, кто не смотрел мультик. Нейтрализатор это вот такой вот космический пришелец. Ящер, вот который довольно-таки здорово сражался с нашими черепашками. И да, смотрите, что творит Армагон и его белканоиды. Им удалось навешать негативный эффект. Дебаф на нашего нейтрализатора. Постепенное уменьшение здоровья. Ой-ой-ой. Итак, Армагон еще пытается его добить с ракетным ударом. Итак, жизнь Армагона, прошу прощения, не Армагона, а нейтрализатора проседает. Врагам удалось неплохо его зацарапать. Но, скорее всего, сейчас придет мое время. Да, пришло время Армагона и он использует хвост телепорт. Мощная атака, удар и один из белканоидов уничтожен. Это радует. Армагон тем временем не сдается. Смотрите, что он делает. Он идет в атаку. Грызет нашего нейтрализатора. Я в шоке, друзья. Срочно, срочно надо что-то делать. Итак, у меня не осталось выбора. Если сейчас придет время, надо срочно использовать самое тяжелое вооружение, которое у нас есть. И это ракетный удар Армагона. Вот он. Вот достает ракетницу, стреляет, сметает большую часть жизни. Вот, вернее, уничтожает белканоидов, снимает броню с Армагона. Но сейчас, если, друзья, ничего не случится, я могу погибнуть. Итак, срочно, срочно надо что-то делать. Для этого нейтрализатор метает диски. И да, друзья, к сожалению, я здесь проиграю. Армагон догрызает нейтрализатора. Я просто в шоке. Вот я был уверен в нашей победе, но, как видите, этого не случилось. Что ж, тогда я применяю супероружие. Армагон против Армагона. И мне кажется, это будет круто. Давайте-ка посмотрим. Вот, кстати, для последующих две волны я возьму черепашек из мультика и черепашек из космоса. Ну, а пока попробуем уничтожить белканоидов и Армагона суперударами. Как видите, вражеский Армагон идет в атаку. Грызет нашего Армагона. Белканоиды тоже пытаются что-то сделать, но у этой космической акулы, как видите, намного больше здоровья. То есть, у нейтрализатора сразу же просела. А вот Армагон, по сути, без разницы. Вот, опять же, вражеский Армагон пытается расплющить. Я в шоке. Смотрите, что сделал. Он снял практически 1 третью жизни нашего Армагона. И мне придется, друзья, использовать супероружие. Итак, ракетный удар Армагона. Уже явствую учить. Уничтожая одного из бисканноидов. Ранью Армагона удалось наложить негативный эффект. Уменьшение силы атаки. Это здорово радует. Ну и сейчас надо добивать, друзья, оставшихся монстров. Так, мне нужна срочная атака. И я сброшу на их головы огромный метеор. Ехте, конечно же, получится. Ой-ой-ой, проседает. Проседает жизнь нашего Армагона. Но все-таки, я уверен, у нас все получится. Ах ты вредина. Смотрите, что творит. Что творят. Да, есть, друзья. Пришло время нашего Армагона. И он сбрасывает на головы вражеского огромный метеор. Додавливает. Уничтожает белканноидов. Но вредный Армагон прокачивает, опять же, броню и идет в атаку. Итак, он грызет нашу защиту. Ну и снимает броню. Мне же, друзья, тоже надо снять броню. И потом уже попробовать использовать суперудар. Итак, где же? Где же наше время? И вредный Армагон использует еще одну массовую атаку. Вот давит нас метеором. Вот где же? Где же мой удар? Есть, друзья. Итак, сейчас я использую суперудар Армагона. Кусающий и грызущий. Кстати, это один из мощнейших ударов в этой игре. Вот выживает. Ну, здоровье, как видите, его практически в красной зоне. Мне нужен еще один удар. И я его добью. Удар. Да, победа. Но это было на грани. Это было на грани. Это было опасно. Тем не менее, удалось победить и уничтожить противника. Круто. Ну, что ж, это было здорово. Это было прикольно. Это было забавно. Наша награда 3 ДНК Армагона. И я перехожу к пятому эпизоду. Просто супер. Ну, что ж, друзья. Я думаю, давайте-ка я возьму черепашек из мультика. А потом уже космочерепашек. Вот все-таки космические сражения. Армагон против космочерепах. Финальная битва. Мне кажется, это будет здорово. Итак, мультяшные черепашки против Армагона и его союзников-белканоидов. Вот первым делом Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. И благодаря этой способности вражеские удары сейчас будут проходить мимо. Отлично. Вот вовремя он это сделал. В кофете белканоиды пытаются нанести повреждения нашему герою. Урон пока не проходит. Это радует. Ах, вы вредены. Что эти творят? Вот Раф контратакует. Ну, а я подключаю Лео. Мощнейшим ударом Катаны с разворота он выбивает первого из белканоидов. Дальше Донни не рискует. Активируя электронные устройства, прокачивает дополнительную защиту. А Раф наносит удар Саи с разворота. Интересно, сумеет ли добить противника. Мощная атака, но белканоид выживает. Что ж, враги довольно-таки высокого уровня. Не просто их вот уничтожать. Как видите, пытался что-то сделать Армагон. Раф контратаковал. И я подключаю Микки. Используя дымовуху, он ее подрывает. И ударом с подпокровом мглы выбивает противника. Отлично. Итак, Армагон и его союзники пытаются что-то сделать. Но наши черепашки очень даже неплохо держат удары. Причем в контратаке Рафа здорово нам помогает. Кроме того, друзья, используя медитацию Лео, я восстанавливаю силы и здоровье нашего отряда. И сейчас попробуем пойти дальше в атаку. Итак, взрывчатка Дони Мультяшного выбивает очередного белканоида. И кроме того, друзья, я активирую особую обилку Рафа. Он вызывает врагов на бой, тем самым принимая огонь на себя. Кроме того, Микеланджело решил перекусить, тем самым усиливая способности нашего отряда. Ну вот, здорово. Итак, Армагон пытается достать Рафа. Раф, в свою очередь, снимает его броню. Если ничего не помешает, друзья, сейчас я буду пытаться использовать массовые атаки. Ох, как здорово. Нанес урон контратакой Раф. Досталось вражескому белканоиду. И пришло время Лео. Он выхватывает две катаны, превращается в стальной вихрь, снимает большую часть жизни Армагона. Раф добавляет вот к этому, а Донни забрасывает Армагона сюрикенами. Итак, жизнь Армагона буквально в красной зоне. Осталось нанести последний удар. И тут приходит ярость Рафа. Он усиливает наши атаки. И Микки, обычный ударонучак, добивает Армагона. И мы побеждаем космическую акулу. Да, это было здорово. Ну что ж, хороший результат. Круто, здорово сработали наши черепашки из мультика. И мы переходим к финальному седьмому эпизоду. Прошу прощения, шестому. Шестой финальный эпизод. И сейчас космочерепашки попробуют справиться с Армагоном и его союзниками-белканоидами. Давайте-ка попробуем это сделать. Интересно, удастся ли мне их победить. Ну, по крайней мере, друзья, я на это надеюсь. Итак, Армагон сразу же сбрасывает на наш отряд огромный метеор. Первым ходит, и я в шоке. Половина здоровья нашего отряда сразу же проседает, друзья. И у меня нет выбора. Надо тоже использовать массовые атаки, иначе мы потеряем героев. Вот, Микеланджело космически стреляет по коробкам чипсов Криса Брэдварда. Вот, выжигает большую часть здоровья белканоида. Армагон выживает. Кроме того, друзья, благодаря образу капитана Рояна, я вот прокачивал дополнительную защиту и иммунитет. Кстати, друзья, это была ошибка. Мне нужно было мультяшных черепах брать на финальную битву. Вот, они могут подлечиваться, а вот космочерепашки не могут. Это недостаток. Тем не менее, давайте-ка подключим Рафа. Стреляя из космического бластера, он уничтожает, выжигает, выбивает одного из белканоидов. Следующего поджаривает лучом плазмы, вмонтированный в его скафандр Донни космический. Отлично, здорово. Вот, что же Армагон? Он атакует ракетами. Ракетный удар наносит очень мало повреждения. В свою очередь, я попробую раздавить врагов, призвав метеор от Донни космического. Мощная атака с космоса давит врагов. Вот, уничтожает белканоидов. Выживает только Армагон. Кстати, защита его уже в красной зоне. Это радует. И я надеюсь, что вот этот удар Микеланджело космическим при помощи лазерных телефон нанесет очень неплохой урон. Замечательно. Итак, осталось только добить Армагона. Поэтому Лео космический призывает корабль Фугетоида, который из орбиты наносит ракетный удар, добивая, побеждая и выбивая противника. Да, это победа. Ну что ж, это было круто. Хороший бой, хорошая победа. Наша награда 4 ДНК Армагона. И мы празднуем победу. Просто супер. Ну что ж, друзья, сегодняшнее испытание Армагеддон пройдено. На этом я сегодня уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. И да, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.